привет друзья подписчики моего канала просто зрители давно вы меня просили показать интересные рецепты скумбрии но не было возможности потому что скумбрии у нас почему-то не продавали тут зашел магазин и смотрю лежит продажи и как бы даже вроде качество неплохое выглядит свежее ценник у нас 119 рублей за килограмм видно вот магазине скумбрия свежемороженое и не важно скумбрия замороженная купил два пакета здесь у меня килограмм укорочить 20 небольшим килограмм получается здесь 137 и здесь килограмм небольшим 22 килограмма грубо берем 6 рыб и придумал рецепт специально для скумбрии и будем ее делать вяленой будет очень вкусно то пробовал селёдочку соленую соусе это вкусно было это будет еще интереснее еще вкуснее я сделал пакета было три я три штуки сделал попробовал мне понравилось но теперь думаю можно и с вами дорогие зрители поделиться этим рецептом будет вкусно и попробуйте я думаю вам тоже понравится же поморозка ко мне но для начала рыбу нужно правильно разморозить оставить ее в тазике просто вот так вот лежать при комнатной температуре это крайне неправильно есть два варианта правильной разморозки это первый самый идеальный это положить на верхнюю полку в морозил холодильника на ночью и утром она потихонечку оттаяла я с работа приехал час утра времени совсем не хватает ни на что и поэтому предлагают если нужно быстро разморозить ни в коем случае не в горячей не в теплую воду и и запускать наливаем так а рыбу оставляем в пакете и наливаем в таз холодной воды прямо с под крана спустимся максимально холодной было залили водой и и часа через полтора она будет как надо рыба вода сначала охранит охладиться за счет того что холодная рыба а потом рыба охладиться на температуре воды эффект космоса в деле все друзья часа за ли водой через часик мы к ней вернемся вы уже сейчас и будем делать начало разделы покажу как я разделываю скумбрию и будем уже сделать интересный такой вкусный засолочный маринат а потом будем вели так чтобы мы будет интересно и такого вы точно где не видели потому что только 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 это 30 придумал так что все смотрим не переключайтесь пожалуйста мой план уже поставить лайк и подписаться друзья показываю вот налил просто холодной воды из-под крана сейчас она холодная но буквально там час 3-4 минуты рыба-то ледяная вода остынет до температуры плюс 5 плюс 3 градуса больше она не сможет замерзнуть потому что объем рыбы маленький либо не замерзли при и тем более вокруг тепло ну а так как рыбу вода будет уже теплее чем рыба рыба соответственно начнет принимать температуру окружающей и среды то есть воды и остывшая рыба там до 5 8 градусов температура это уже оптимально можно будет не заниматься сейчас смотрите твердо этот камень там пакета если вода попадает ничего страшного все подождем через час если бы было побольше там прям на воде по даже один тепловой бывают это просто экспресс-метод разморозки без потери влаги из рыбы если на у просто на прикольной температуре положить либо будет тая из нее будет вытекать жидкость в таком варианте ничего не случится страшно лучше размораживать постепенно в холодильнике на верхней полочке конечно но это так если кому-то нужно может пригодиться такой вариант друзья прошло ровно час смотрите что получилось я рыбу с пакетов достал вот он лед вода очень холодная но она при температуре там плюс уже градусов и соответственно рыба внутри еще хоть ледяная но сверху уже можно ее раздела сейчас воду сольем и будем силы макрель и будем ее солить часто сделаем потом мы залить но все народ смотрите рыба более-менее так что с ним уже можно работать приступим к разделке для засолки моего фирменного скашем засолочном маринаде нам нужно сделать скумбрию на филе на филе на разделаться очень просто сначала отрезаем ее голову она нам не нужна у нее нету жаберных крышек поэтому просто поднимаем плавнички вот эти боковые и подплавник по направлению так за и гору и вот сюда к основанию черепа так скажем да делает хоп надрез подняли плавничок опять суда раз и нож суда голова отделилась сейчас выпотрошенные такие как маленькие тунцы скумбрии интересно убираем внутренности все ненужные ну и так далее часто с ней подготовлю тушки что для этого тут не показывает в кадре вот эти когда хорошо когда вы все разморожены кишочки все аккуратненько не смешившиеся и ничего не мешает может по свежести прям пахнет море сейчас я быстренько не распотребляю и мы продолжим так друзья смотрите все рынка разделана ну вычищена помыта вот все нормальненько да сейчас я нужно сделать нам на филешке которые мы будем солить вот такого плана сделать пластиночки мы их уже будем засаливать и потом дальше верить вы получается два вида запчасти от нее да сейчас я вам покажу что и как смотрите берем рыбку все очень просто на самом деле поворачиваем ее себе спиной чтобы у нас было удобно есть у нее есть полничок и вот прям вдоль плавника от головы того места где была голова прорезаем кожу до место где начинается хвост вот вот до этой части примерно прорезаем приподнимаем брюшка чувствуем ножом позвоночник нож нагинаем чуть-чуть не вот так 8 а вот так чтобы он шел по позвоночнику придавливаем позвоночнику и срезали приподнимаем хвостик смотрим чтобы брюшка не попала под лезвие ножа можно тряпку тряпкать это дело придерживать чтобы было удобней чтобы ничего не скользило есть переворачиваем опять вдоль позвоночника делаем надрез ой долю плавничка который вот этот спиной где он срезался но ничего здесь вот вы видно по всей длине кожу прорезаем до ребрышек вставляем нож опять где начинается хвостик прижимаем лезвие позвонку все готово вот эти вот позвоночники кому жалко их можно будет тоже посолить и потом съесть отдельно вот эти ребрышки и вот эта брюшка я тоже хочу срезать потому что она будет только мешать рыбка не совсем еще таялся внутри но когда она маленько подмерзшись не удобнее проще работать подняли ножом ребра теперь хорошо уже видно ведем уже по лезвие поднимаем к ребрам же ребра готовы и вот эта тоненькая брюшка она будет болтаться на только будет мешать мы его тоже срежем сейчас но мы его не выбросим он получилась тушка вот эти ребрышки нам тут не нужны эти перышки тоже можно отрезать мусор а вот это брюшка вот этот позвоночник остов мы все присолим и сидим не будем я просто можно взять его и съесть в малосонном виде это бы тоже очень вкусно и практически безотходное производство опять поднимаем ребра и срезаем все готово это можно засолить ребра можно срезать от брюха все чистое жирненько брюшка малосонном очень вкусно с картошечкой туда-сюда все рассмотреть показываю вот в реальном времени как это все делается не заморачиваясь на на съемку и рассусоливания провели срезали на засолку это приподняли ножом вот удобнее от хвоста до делать приподнимать и голове придерживайте чуть-чуть все срезаем готово приподняли срезами все равно чистенькая филе мы не какой попал можно убрать все готово ну это сейчас я сделаю то же самое и продолжу все все друзья подготовлено здесь получилось у меня наверняка получится и у вас ничего сложного нет как видите аккуратные кусочки все вот это мы будем солить вот это мы будем присаливать сейчас приберусь и продолжим уже будем самое интересное делать засолочную основу которым все это будет солить друзья еще буквально пару слов про подготовку рыбы к засолке смотрите вот филешки я подрезал некоторые чистенькие аккуратненько у меня получилось от срезал на некоторых вот есть немножко крови туда возьмите тряпочку просто оботрите и когда у филе уже вас разделана не мойте его смотрите чтобы наглядно было видно вот позвоночник я помыл эти такие блеклой стали это немытая филешка во-первых напитывается водой при засолке вода вы не выдаетесь с количеством соли потому что вода разбавится и соль концентрация упадет и во-вторых внешний вид ну смотрите не надо мы постарайтесь не мыть не торопитесь аккуратненько разделывайте укладываем рыбу в баночку в емкость который будем солить просто обтираем тряпочкой там если какие-то вам не нравится часть и все целую помойте нам ради бога ничего страшного не будет но когда вы уже разделали особенно скумбрия очень гидроскопичные будут впитывать себя в лаву все укладываем в емкость и будем часами и начинаем с готовить вкусную основу для засолки возьмем сухой чеснок чайного что такой объем будет она достаточно но иначе больше получилось свежий не берем потому что он сильно ароматный итак возьмем сухой имбирь свежий не берем потому что он очень чайная ложка имбиря так теперь я добавлю немного усилителя вкусом хотя он есть им стоевым ну я мне нравится чтобы того вообще бомба у дома то добавили середка любит ой да неважно 5 любая рыба любит лавровый лист так буквально буквально 3 5 этих гвоздики теперь пошли сухие составляющие как это подробнее всегда беру специи в дорожке примерно ложка кориандра также сюда пойдет хороший не пакетированные у нас такой очень ароматный перец душистый так вот такое количество сколько тут десяток горошин и также перец черный обычный но хорошего качества дорожкам его маленько побольше добавим прямо так вот хорошую жменьку все сейчас это все дело нужно растереть порошок в ступке чтобы были такие довольно но попадались крупные крупинки они потом в красном на зубах попадает когда кушаем рыбку такой вкусно получается сейчас это растолку и продолжу ну все друзья мои любимые ароматные рыбные смесь готова сухая пошла суда теперь берем соевый соус не реклама именно этого я беру самые дешевые что есть в магазине 900 миллилитров цена нам это около 80 рублей не нужно брать для засолки рыбы хороший дорогой соус дорогие соусы они очень соленые прежде чем солить ими рыбу попробуйте на соль если на соленый разбавьте его кипяченой водой лучше я большим соком или ананасовым соком но я беру самый дешевый он уже соленый но в меру вот для досолки рыбы это идеальный соевый соус берем пол-литра такой объем филе здесь у меня сейчас он покажу наверно килограмм русского фону берем пол-литра бобу пол-бутылки отливаем никаких граммовок надо все делаем на глаз так что подлили ложку взяли перемешали сейчас добавим сюда очень интересный ингредиент подглядел на американском ю тубе они готовятся рыбу добавляет сироп кленовый сироп у нас это никто не пользуется они постоянно везде новой сироп продается в магазине без проблем нашел даже у нас так что с этим проблем у нас не возникнет на такой объем пол-литра соевого сока здесь эта бутылочка граммов скупка я уже делал 250 ну вот по бутылке там чуть больше я на первой лице когда вы испытывал маленький по 3 по израсходов выливаем сюда кленовый сироп штука офигенно крови заходит почему нашу никто не использует не знаю попробуйте рекомендую однозначно я вас потихоньку готова к очень интересному рецепту из васоси по-американски салман китчен называется конфеты из васоси это будет чуть позже размешали теперь сейчас наверняка полетит куча шапок в меня ребят берем жидкий дым у меня есть коптилка и домашняя и дымогенератор и бочка на работе у меня есть где закоптить рыбу но я не думаю что такая возможность есть у многих из моих зрителей особенно зрительниц и нашими сможет девушку женщины домохозяйки берем жидкий дым не бойтесь всякий яд лекарства все дело в количестве вот на такой объем буквально крышечку немного крышечку этого будет достаточно надо ли там по бутылке бутылку новые видео наливают нам чисто чтобы она была аромат размешали дальше но это уже не обязательно требует ну это мой любимый уже это уже любимый край корейский красный перец таким чем обалденная штука но не знает закажите в интернете попробуйте там где-то ссылочки оставлял муки нам еще разбирают его так это понял магазине он очень вкусно пахнет он не очень жгучий но он очень ароматный сочетание соевым соусом такими всеми делами приправками это просто офигенная вещь смотрите какой густой получился маринад для нашей селедки о этой как ее макрель из кумбри попробуем вкусно вот реально вкусно вот это тут уже можем промокать там курицу мариновать для духовки запекать вещи просто изумительные пробуйте рекомендую рекомендую часто соло берем нашу рыбу давайте знаете как сделаем у меня же тут еще запчасти остались брюшки всякие ты лучше завалено и отлично получилось высыпая все сюда здорово пахнет изумительный на вкус классно так и оденебись сбоку вот закинулись позвоночники ну ждать пока рыба заряется это долго а это все будет готово буквально через час через два лохмоть и отдать его все остатки от рыбы захидываем их сюда и оставляем на пару часов через два часа я все это дело аккуратно нежанка как белье вот так аккуратно кусочки скумбрии они нежные беды аккуратненько их надо будет просто взять и перевернуть нижний наверх ну и так как понятно да потому чтобы все они были покрыты маринадом этим участие 1 помешаем аккуратненько эти два часа еще так помешаю и через два часа еще раз перемешаю в общей сложности время засолки у нас будет давайте чтоб мясом вниз она у нас лежала в сироп соус так это маленько дымком пахнет копченым короче ребят это вкусно сам себя не похвалишь что не похвалишь это правда вкусно пахнет обидеть так все смотреть вот такая классная шикарная вещь оставляем ее на два часа через два часа опять перевернули под пожаром кали поняли да и еще два часа соли мы сюда не добавили ни грамм очки вообще ни грамма своего соуса соленой этой соли достаточно тоже в рецепте под вяленой селедки кто не посмотрел посмотрите популярный вопрос а где соль да не надо соль своего соленый аккуратненько видите нам начинает развалится нежная рыбка аккуратно руками и раз все все оставляем каждого часа я не буду полагать и ужанку покажу уже результат через шесть часов засолки а вот эти вот тоненькие кусочки пузики пойти как позвоночники часа через два ну даже пускать через четыре часа я их достану и уже буду пробовать или уже по полностью просориться будет все хорошо так ну а так то рыбка видеть толстенькая 6 часов будет достаточно чтобы она просолилась ну все пока вот так подождите чуть-чуть и будем верить сколько времени на заря уходят я вам скажу конкретно так лице при снимаю сегодня 30 января четверг так народу просипка идея верю рыбу вот на пороге балкона здесь у меня видите тут провод внизу котел машина продлевается с утра заводить тяжело морозы и маленькой тянет отсюда сквознячок вот ставлю вот здесь вот рыбу отлично все завязывать ничего не пропадает но вот смотрите рыбка вярилась три дня завтра уже буду снимать финал покажу что получилось без проблем все не жарко и здесь не холодно все отлично завязывается лишь это не лето и не весна оптимальное время это весна и осень летом хуже зимой проще его заверить работа непрадоксально было не пути получается уроки так мало на час завтра буду снащена друзья на все это готово но причем и попробуем у меня для вас хорошая новость вы все кто меня смотрит можете принять участие в розыше призов общем номиналом свыше 50 тысяч рублей из 5 призовые местами от нашего дальневосточных предпринимателей условиями розыше можно ознакомиться перейдя по ссылке и в описании к этому желаю символе восточного здоровья и побед всех партнеров знаю лично но это наши дальневосточники предприниматели объявили конкурс там классные призы ножи читайте в описании все напишу посмотрите переходите и участвуйте ну а мы давайте посмотрим что же у меня получилось рыбу вялил я четверо суток как я верил я показал чуть чуть раньше уже даже посмотрели смотрите что у меня получилось цвет рыбы по моему очень даже неплохо выглядит смотрите давайте посмотрим что здесь что что мы все вдруг валится ребят либо очень жирная скумбрия ну вот смотрите я позвоночники которые отходы были я их уже попробовал скажу честно не утерпел не мог как можно вот у такого устоять это сейчас не чувствуете как это все пахнет изумительный аромат приближу камеру чтобы было поведение то лучше видно смотрите рыбка светится жирком обтекает пахнет чудесно на соль уже я попробовал спочтю скажу изумительно единственное что если будете пробовать так солить скумбрию пробуйте на вкус соевый соус если вам показал что он соленый вот на ваш вкус не соленый до его пробовали сайт соленый добавьте чуть-чуть кипяченой воды все уже по вкусу было с чутка соленовато и вот рыба будешь такой же стрелось и как это соевый соус ну смотрите замечательно прекрасная штука ну все друзья будем вкусно это очень вкусно все друзья заканчиваю это видео ну как всегда тем кому было интересно и полезно ставьте пальцы вверх кому не интересно бесплатно ставьте пальцы вниз подписывайтесь на канал нажимайте колокольчик ничего не пропустите будет еще интересно мы только в начале пути рецептов очень много идей много покажу как солить лосося сейчас езжу куплю парочку сделаем настоящую всемужнего посола гостовского 64-го чисто третьего года гост покажу как солили соль от настоящей всему же мы не то что мы там делаем соль сахар банк когда это вкусно но я покажу с нашу симушку то мы будут интересны так что все друзья не заканчиваю на всем спасибо за просмотр и за ваши лайки отдельно спасибо всем пока супер